Достигай Израиль и весь мир Шалом, возлюбленные, миры и благословения вам сегодня. Мы подготовили для вас особый выпуск. Мы отмечаем праздник Кущей, мы делаем это в Суке. Сука — это временное жилище, которое строят евреи по всему миру в это особенное время. Дорогая моя и милая жена, мы будем учить сегодня принципам Суккота. А знала ли ты, что Суккот также называют праздником собрания? Расскажи об этом. Да, мне нравится Суккот, потому что во время него люди выходят на улицу. Это радостное время. Мы благодарим Бога за Его обеспечение, которое окружает нас. Многие из нас сидят в зданиях за компьютерами. А в это время мы выходим на улицу, оказываемся в окружении Божьей природы. Мы празднуем красоту и величие Божье. Господь довел нас до этого дня. И Он проведет еще через другие дни. И это время настоящей Божьей радости. Ты уже говорил о Йом-Кипур и о том, что многие сожалеют о своих грехах в это время. Но я знаю, что Христос умер за нас. Возлюбленные – это также время для того, чтобы задуматься над тем, что Бог сделал в нашей жизни. Мы должны быть благодарны Ему за это. Давайте не забывать об этом. Мы говорим сегодня «Спасибо, Бог Отец, за все, что сделал для меня. И я поклоняюсь Тебе». Шалом Увраха, мира и благословений вам, друзья. Добро пожаловать на вторую часть послания о празднике Кущи или Суккоти на Еврите. В прошлый раз я говорил о том, что Господь Израиля, Яхве, повелел нам, евреям, строить каждый год вот такие временные здания, которые называются Сука. Они должны напоминать нам о том, когда мы, евреи, 40 лет были в пустыне после того, как Господь вывел нас из Египта и повел в землю обетованную. Мы 40 лет были в пустыне, у нас не было ничего, кроме Бога, и мы жили в таких временных зданиях. Я говорил в прошлый раз, что когда мы строим Суку и сидим в ней, то, глядя ночью через крышу на звезды, мы понимаем, что на самом деле в этом мире у нас есть лишь Бог. У Израиля не было ничего на протяжении 40 лет в пустыне, кроме Бога. Но этого было достаточно. Он ежедневно давал иман. Шесть дней в неделю на протяжении 40 лет он делал так, чтобы вода сверхъестественным образом била из скалы. Он послал перебилов, чтобы накормить их. Бог заботился о них. В прошлый раз я говорил об одном важном моменте, про который мы не должны забывать. Если вы потеряете все, вы все равно будете в порядке, потому что у вас все еще будет Бог. Он покроет вас и позаботится обо всех ваших нуждах, как заботился об Израиле на протяжении 40 лет в пустыне. Это важная истина, которая может принести свободу в вашу жизнь. Иногда мы думаем, что все зависит от нас. Мы думаем, что если все остановится, то развалится. Но на самом деле, возлюбленные мои, даже если все вокруг нас распадется, у нас будет Бог. И его достаточно для того, чтобы с нами все было хорошо. Я говорил об этом в прошлый раз, а теперь пойду далее. Мы будем рассматривать книгу Левит или Ваикра. Это название на еврейце. 23 глава. Я хочу прочитать вам 40-й стих. Там сказано так. «В первый день...» «В первый день» — Суккота имеется в виду. «В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных, и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». Бог повелел детям Израиля взять разные виды аграрных продуктов земли, которые представляли красоту и избыток Господа. Это лулов, верба, пальма и ветви деревьев. Мы машем этим перед Господом во всех направлениях. Вверх и вниз, вверх и вниз. Вот так. Мы благодарим Бога. Так мы заявляем о том, что все, что есть у нас, приходит от Него. Все дары от Него. Близкие люди, пища на столе, крыша над головой, наше здоровье, «Любое обеспечение в жизни приходит к нам в виде даров от Бога». Во время праздника Кущей, Суккота, мы машем луловом, который представляет красоту и богатство Господа, которые приходят в нашу жизнь. Мы машем им, признавая тот факт, что все добрые дары в нашей жизни приходят от Хошема. Только представьте себе это. Дженнифер, ты можешь себе представить, что даже твое дыхание, оно от Него? Разве каждый вздох не является даром Божьим? Ведь в это время мы представляем из себя Его жилище. Бог живет с нами, несмотря на наш грех. Мы ничего не сделали для того, чтобы создать себя. Та красота, которую мы переживаем, глядя на этих прекрасных людей, которые окружают меня, та любовь, та дружба, которая у нас есть. А откуда приходит дружба и любовь? Это все Божьи дары. Господь сказал, что в это время, года, мы должны вспоминать об этом и не воспринимать это как данность. Многие люди сегодня любят наслаждаться прекрасной природой, в которой мы находимся, но они не отдают Богу должное за то, что Он создал ее. Люди поднимаются на горы и говорят, как красиво. «Я не верю в Бога, но люблю горы». «Я не верю в Бога, но разве эти птицы не прекрасны?» Это тот духовный менталитет, который сейчас наполняет землю. Но мы призванные люди. Аминь. Мы говорим, «Боже, спасибо Тебе за эту красоту. Ты создал ее. Спасибо за моих близких, за все хорошее в моей жизни». Это время радости. Райан, мне нравится, что говорится в этом стихе. Иногда мы не осознаем, что в 40 стихе сказано, «И веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней». А в другом месте Торы Господь наслал проклятие, наказание на свой народ, потому что они не веселились перед Ним, когда Он творил добро. Он сказал, «Так как вы не веселились и не были благодарны Мне за то, что Я благословил вас, Я пошлю на вас проклятие, чтобы научить вас благодарности». Важно помнить об этом. Я не знаю, как вы, но когда я понимаю, что поступаю по плотам, мне приходится вырывать себя самого из этого состояния. Моя жена Синтия часто говорит мне, «Ты благословенный человек». И я отвечаю ей, «Да, ты права». Бог может забрать все это в любое мгновение. Мы часто думаем о том, что стакан наполовину пустой. Кто-то хотел бы что-нибудь добавить сегодня к этому? Мне приятно слышать о том, что Он желает, чтобы мы радовались и веселились, были благодарны Ему. Ты прав, это важный момент. Когда ты сказал об этом, Райан, я вспомнил о том, что мы на войне. Бог желает, чтобы мы были счастливы, радовались. Мы боремся со тьмой, которая не хочет, чтобы мы были счастливы. Мы должны сделать свой выбор и прийти к согласию. Это очень важный момент. Что-нибудь хочешь еще добавить? Я считаю, что это интересно, что Он связывает радость с напоминанием о том, что Он сделал в нашей жизни. Он хочет быть святым. И наша радость напоминает нам о всех тех победах, которые Он одержал для нас, подготавливая нас к тому, через что мы должны пройти. Ты прав, этот праздник связан с осенним урожаем. Это был последний великий урожай года в Израиле перед зимой. Это последний осенний праздник. И часть празднования происходит в последний день. Об этом даже говорится в Евангелии от Иоанна 7 главе. Это называется Великий день праздника. В этот день происходила особая церемония Хошанна-Раба. Это была церемония излияния воды. Все собирались в храме. Там была большая процессия священников. Они пели и танцевали. Они шли от храма к купальне Силаам. И когда они приходили туда, священник брал кувшин, опускал в воду и возвращался с ней в храм. Все пели, танцевали и прославляли Бога. У нас есть исторические сведения об этом. Радость от празднования была настолько великой, что у нас остались записи о том, что раввины делали колесо и прославляли Бога, стоя на голове. Возникает вопрос. Почему? Что происходило? И вот почему. В последний день Суккота, когда они брали воду из Силаам и приносили ее в храм, священник выливал ее на жертвенник. Именно в этот момент хвала достигала пика. Эта вода, которая выливалась на жертвенник, представляла тот дождь, который Израиль ожидал от Бога в будущие зимние месяцы. Он должен был принести им новый урожай весной. Они радовались не только тому, что Господь уже сделал. Они также были уверены в том, что Хошем сделает для них в будущем. Они ожидали будущих благословений. Этим они также выражали свою уверенность в том, что Господь пошлет Мессию. А когда придет Мессия, Он и зальет духовную воду на людей. Как вы знаете, Иешуа был там. И на самом деле, Иешуа воскликнул в Евангелии от Иоанна. Это седьмая глава. Он сказал, «Кто жаждет, там льется вода». И вот Он говорит, «Кто жаждет, приходи ко Мне и пей. И из чрева Твоего потекут реки живой воды». Это крайне важно. Я рад, что мы можем обсудить это вместе, потому что мы участвуем в войне. Учитывая все то, с чем сейчас сталкиваются люди в мире, все ужасы в обществе, которые мы видим, но обо всем не будем говорить, мы видим кругом обман. Но мы должны напоминать себе о том, что Бог благой. Он желает, чтобы мы были счастливы и радовались. Господи, я хочу поблагодарить Тебя сегодня за то, что те праздники, которые мы отмечаем ежегодно, возвращают нас назад в правильное духовное положение перед Тобою. И эти святые праздники, святые дни Господни, это не что иное, как возможность для духовной подстройки. Вы ведь знаете, у машины со временем сбивается зажигание. Его нужно перенастроить. И когда мы отмечаем эти праздники, мы говорим, Господи, спасибо за спасение на Йом-Кипур и прощение грехов. Мы говорим, что мы хотим этого. Но позвольте спросить вас, ваш образ жизни соответствует тому, что ваша цель в жизни это единство с Богом? Соответствует ли ваша жизнь тому, что ваша цель в жизни это единство с Господом? Давайте посмотрим на свои жизни. Кто из вас готов не смотреть по телевизору то, что оскорбляет Бога? Мы не можем развлекаться теми вещами, которые прибили Иисуса ко кресту. Если вы действительно ищете Бога, если единство с Ним это ваша цель, то мы должны серьезно отнестись к этому. Возможно, некоторые из вас ощущают сейчас очищающий огонь. Бога есть дар для каждого из вас. Я хочу, чтобы вы подняли руки. Примите дар от Господа сегодня. Он творит в вас новое сердце и обновляет вашу радость. Он обновляет дух правый в каждом из вас. Прежде чем у нас закончится время, давайте рассмотрим конкретные применения праздника кущей в вашей моей жизни. Во-первых, праздник кущей учит нас ходить с отношением зависимости от Бога. Если задуматься над этим, Дженнифер, то шесть дней в неделю дети Израиля полагались на Господа, чтобы получить свежую манну. А что бывало, если они пытались держаться за вчерашнюю манну? Она портилась. Она была хорошей лишь один день. Каждый день они полагались на Бога. Каждый день они нуждались в чем-то новом. Я размышляю над тем, как важно держаться за Богом, полагаться на Него, доверять Ему. Без чувства зависимости в наших душах нет открытой двери, через которую мог бы действовать Бог. Я вспоминаю Моисея, когда Господь сказал ему, «Я хочу, чтобы ты вывел мой народ из Египта». А Моисей ответил, «Если ты не пойдешь со мной, то я вообще никуда не пойду. Это то, что я ощущаю в своей жизни». Господи, если ты не будешь со мной сегодня, то убей меня сейчас. Я знаю, что без тебя я всего лишь жертва, я просто цель для врага. Мы живем с чувством ежедневной зависимости от Господа. Он обеспечивает нас, дает здоровье, безопасность, защиту. Ему приходится полагаться на Бога, потому что через несколько дней у него должен появиться ребенок. Он ходит в страхе и трепете, полагаясь на Бога. И это не учитывая те благословения, которые даст ребенок. Но все мы полагаемся на Бога, ведь так? Аминь. Ну хорошо, мы идем далее. Мне очень нравится то, что Суккот или Праздник Ущий учит нас культивировать мировоззрение невидимого мира. И этот невидимый мир становится для нас реальнее видимого мира. Дети Израиля полагались на невидимого Бога. Все, что они получали, было от невидимого Бога. Он был для них реальнее всего остального. Мы все слышали о том, что наша брань не против крови и плоти, но против невидимых сил духовной злобы. Бог учит нас тому, что наша брань не против крови и плоти, не против материального мира, но против невидимых сил зла. Но, если я смотрю на свою жизнь, то часто считаю себя неудачником, я смотрю на ситуации и думаю, что мои проблемы связаны с обстоятельствами вокруг меня. Я разбираюсь с кровью и плотью в мыслях вместо того, чтобы признать, что моя проблема не в условиях вокруг меня, не в том, что я вижу. Моя проблема связана с невидимым миром мыслей, с миром духа. Мы должны понять, что настоящая битва в жизни связана не с видимыми вещами, а с невидимыми. Мне самому уже 62 года. Я скоро покину эту планету. Так что случилось с этим человеком? Его нет. Сегодня он здесь, а завтра его уже нет. А вот что происходит на самом деле. Многие люди с возрастом начинают понимать, что мы как пар сегодня есть, а завтра нас нет. Множество людей пришли и ушли. Реально не то, что видимо, а то, что невидимо. именно ради этого мы должны жить. Есть мысли по этому поводу. Перед тем, как мы перейдем к следующему пункту, может быть, кто-то хочет высказаться о том, как скоротечна наша жизнь. Я вот уже сказал и своей позиции. Может, вы что-то добавите? Да, те трудности, с которыми мы часто сталкиваемся по плоти, не должны решаться через борьбу с плоти. Мы не должны бороться с собой, когда серпим неудачу или согрешаем. Часто мы думаем, что дело лишь в нас самих. Но с нами борются силы, которых мы не видим своими глазами. Этот стих из Писания напоминает мне о том, что я борюсь не с собой, а с силами тьмы. Именно об этом вы сейчас и сказали, Равин. Ведь так? Да, ты прав, Брайан. Даже последствия греха и то, как мы разбираемся с этими последствиями, также связаны с невидимым миром. Иногда мы неверно оцениваем все. Библия говорит, что если мы согрешаем, я не говорю о людях, которые живут в сознательном грехе и которым нет дела до Бога, я говорю о людях, которые любят Бога и стараются, но все равно падают и совершают ошибки в поисках совершенства. Бывает, что мы падаем на нашем пути, но вместо того, чтобы верить в то, что Иисус все равно любит нас, что мы прощены, мы начинаем обвинять себя. К нам приходит стыд и осуждение. Мы думаем, что это связано с нашим разумом, но это атака врага. Суккот учит нас тому, что наша настоящая битва в невидимом мире. А знаете, какой еще есть важный принцип Суккота? Он вам понравится. Он выравнивает игровое поле для всего человечества. В пустыне одни израилитяне не жили во дворцах, в то время как другие израилитяне жили в трущобах. Они все жили в одних зданиях. Они все были равны. Они все ели одну и ту же пищу, одну манну, одних перепелов. И это показывает нам, что перед Господом все мы просто люди, одинаковые. Мы должны уважать всех людей, и Суккот учит нас этому. Он выравнивает поле. Один из ключей иудаизма — никогда не ненавидеть другого иудея. Это встроено в иудейскую идентичность мы знаем, что евреи любят спорить. Так было всегда. Но есть учение, которое говорит, что храм был уничтожен, потому что евреи начали ненавидеть евреев. Это часть учения раввинов. Во время Суккота евреи стараются культивировать в себе любовь друг к другу, к другим иудеям. Они даже принимают странников. Это обычай Суккота пригласить странников в свою Суку и пообедать вместе с ним. Мне нравится эта концепция. Братство и любви друг к другу. Уважение других, независимо от их положения в жизни. Ну и напоследок, в завершении этого выпуска я хочу поделиться еще одним принципом. Праздник Кущей культивирует мышление последних времен. Как я уже говорил, в последний день Кущей священник набирал воду из купальни Силам и выливал ее на жертвенник храма. В это время все громко прославляли Господа. Все потому, что вода, которую выливали на жертвенник, символизировала воду, которая изольется на землю Духом, когда придет Мессия. И сегодня мы признаем, что праздник Кущей несет с собой мысли о пришествии Мессии. На самом деле в книге Захарии Библия говорит нам, что во время тысячелетнего царства евреи и язычники будут поклоняться Богу Израиля, отцу Иешуа вместе во время праздника Кущей. Ну что же, мы заканчиваем. С вами был Равин Шнайдер и мои драгоценные друзья. И мы говорим вам хак, самиах, веселых праздников. Я люблю вас. Шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Моисею и Аарону Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом Свидетельства Своего. Вы когда-нибудь чувствовали себя далёким в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к Себе. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несёт Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести Слово тем, кто никогда не услышит Его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всём мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Я не знаю, ощущаете ли вы это в атмосфере, но каждый год в это время я чувствую какую-то свежесть и новизну. Это также время начала осени, и мы знаем, что осень – это символ того, что должно произойти что-то новое. Также в это время мне хочется принести Господу особое пожертвование. Не знаю почему, но мне хочется как-то по-особенному почтить Его. А вам не хочется принести Богу особенное, праздничное приношение? Я знаю одно. Когда мы даём что-то Богу, это всегда возвращается к нам мерой доброй, утрясённой и нагнетённой. Я не знаю, как именно это вернётся к вам, но я знаю, если мы любим Бога и открываем Ему свои сердца, то Он всегда реагирует на это и воздаёт нам мерой доброй, утрясённой и нагнетённой. Бог любит вас, и я люблю вас. Хак-сами-ах, весёлых вам праздников! Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесёт Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.